Ребята, всем привет! Сегодня мы с Леночкой. Да, с этой Леночкой, профессиональным парикмахером. Правильно я сказала? Правильно, правильно. Будем обсуждать вот эту вот линейку, нашу новую Volume & Style. Я вам обещала снять отдельный ролик. Почему? Потому что не совсем хорошо понимаю, куда столько много на одни волосы. Ну, вы знаете, что я специалист по бизнесу, но совсем не специалист по укладкам, мейкам, прическам. Хотя этот мейк сегодняшний я делала сама. Что-то немножко я умею. Вот. Ну и сначала, конечно же, мы хотели... Так, что мы там брызгаем? Мы брызгаем, просто воду слегка смачиваем волосы. А, просто воду пока брызгаем, да? То есть у нас вышло, получается, три комплекса. Вот я... Четыре, да, даже комплекса я сейчас читаю. В общем, вся вот эта вот линейка Volume & Style, она имеет три преимущества для укладки волос. Во-первых, она идет с кератиновым комплексом, соев-фильтрами и с очень классным фруктово-цветочным ароматом. Он действительно мне понравился. Но и у прошлой линейки аромат меня, в принципе, не раздражал. Но этот аромат просто безумно мне понравился. И я прям так счастлива, что у нас теперь... Ну, что-то новенькое тоже здорово, согласитесь, когда уже одно и то же надоедает. Вот. Хотя у меня, кстати, большой запас еще старых сухих шампуней и большой запас обычных лаков. Я все равно их буду тратить, потому что они клевые. Ну что ж, смотрите, первое у нас идет моделирующий термозащитный спрей для волос. Он идет 100 мл, артикул 2703. Он подготавливает волосы к укладке, защищает пряди от термического воздействия, обеспечивает среднюю фиксацию и придает блеск и объем. Вот, кстати, вот этого средства у нас очень не хватало, но у нас с вами был DD спрей до этого. Так вот, это улучшенная версия того. Я так понимаю, его можно просто нанести на голову и уложить феном, и уже будет нормальная такая классная укладка. Можно, мне кажется, на ночной бебуди на него завинться, тоже будет держаться. Хочу добавить от себя, да, что Анечка не сказала, что главное в этой линейке. Почему именно ОФ-фильтры? Это что значит? Это наши волосы защищены от воздействия прямых солнечных лучей. Этот момент надо для себя уяснить, потому что, ну, вроде в спреев-то полно, да, почему именно тут идет у нас ОФ-фильтр? Так как сейчас у нас лето, значит, не случайно эта линейка была выпущена именно в летний период времени, чтобы защитить наши волосы от прямых солнечных лучей. Что ж на Дубаев ее не выпустили? Вот, как бы, вот это, как бы, одна из основ этой линейки, да, то, что здесь мы делаем акцент, это у нас идет защита от прямых солнечных лучей. Вот, значит, что еще немаловажно, да, добавили кератин-комплекс. Что значит кератин-комплекс? В волосах у нас содержится кератин, да, опять же, чтобы у нас волос не пережигался, да, был увлажненным, красивым, блестящим. Соответственно, сюда добавили линейку сублинированного кератина, сродни нашему родному. Это тоже немаловажный факт, в плане того, что у нас будет волос и хорошо зафиксирован, защищен от прямых солнечных лучей, и при этом у нас будет увлажнен. Это самое главное для меня, как парикмахера, чтобы волос именно был увлажнен, правильно увлажнен, не утяжелен, потому что очень много тонких волос, да, и когда, я просто очень много сталкивалась с тем, что был добавлен кератин-комплекс, и волосы после его нанесения становились тяжелыми, вот. И для тонких волос, допустим, уже на второй день, да, волосы казались загрязненными, да, утяжелеными. Вот здесь, как бы, то, что это в виде спреев, легкое нанесение, и кремовидная, да, фактура, вот у нас есть выпрямляющий крем, я его протестила сначала на руках, да, мы проверяем, когда, допустим, опять же, когда у нас волос средней густоты, либо густой, нам не важно, какая это фактура, кремовидная, не кремовидная, будет все хорошо, но много волос тонких, именно вот этот корень, корень всего, чтобы волос нам не утяжелить. При первом тесте, да, вот, допустим, я взяла в руки разглачивающий крем, он хорошо распределился на руках, руки стали увлажненными и не липкими, вот. Этот вот момент, девочки, сразу уясняем, что если мы хотим пользоваться кремовидной фактурой, так как она лучше увлажняет волос, мы тестим это на ладошках. Если мы намазали, ладошки не липнут, хорошо увлажненные, соответственно, волос у вас не утяжелится, а наоборот, увлажнится и будет хорошо укладываться. Вот где ж мне это все знать? Леночка, а скажи еще, пожалуйста, такой тебе вопрос. А моделирующий термозащитный спрей для волос, можно ли его использовать перед плойкой, перед феном? Ну, естественно, его первая задача, первая, это именно защитить от перенагрева. Значит, спрей, он создает некую пленку. Опять же, мы можем очень легко протестить, я обалдею от этого теста, как мы можем понять, защищает он или не защищает. То бишь, мы наносим на тыльную сторону ладони, руки, крем, спрей, нанесли. Вот, и дали ему какое-то количество просохнуть, вот, ну, чтобы он высох у нас на руках, да? Ой, конечно, перестаралась, малюха. Вот, значит, вот, и мы можем подуть воздухом, даже, ну, горячим. И, вот, я включила горячий воздух, и если мы возьмем простую руку, вес обработки этого, рука просто сразу начинается обжигаться. А с нанесением термозащитного спрея, мы видим разницу, то, что он создает некую пленку, и волос тем самым у нас не сжигается. Обалдеть! Сколько ты всего знаешь! Вообще, столько интересного всего я узнала сегодня, что прям понимаю, что не зря к нам Леночка в гости пришла, да, на наш YouTube-канал, и нам с вами, дурында, извините за сленг, я все рассказала. Тут важно, конечно, понимать, что мы хотим, что мы хотим от укладки, да, насколько быстро мы хотим, чтобы наш волос уложился, да, минимум времени затратить, а волосы были по максимуму красивые, как после парикмахерской. Вот, но элементарно протестив это пока без волос, да, я вижу, что создается пленка, что есть эта защита, то бишь, как бы, мне нравится. Будем сейчас дальше тестить на волосах, насколько будет у нас быстрота, быстрота вот этого выпрямления, увлажнения и, естественно, блеска, да? То есть мы сейчас моделирующий термозащитный спрей для волос наносим на всю длину, я так понимаю? Нет, мы начинаем, посмотрите, есть фактуры, кремовидные. Кремовидные фактуры, так как они имеют более глубокое проникновение, они наносятся первыми, кремовидные фактуры. Значит, мы первые наносим, что? Это термозащитный разглаживающий крем для волос. Ага. Вот. Разглаживающий крем для волос, он эффективно приглаживает выбивающиеся пушковые волосы, снимает статистическое электричество. Кератиновый комплекс в составе волос увлажняет их по всей длине. Артикул 2704, он идет 75 миллилитров. Стоит вот, если по акции брать, то 199 рублей. Если без акции, то 269 рублей. Девочки, самое главное, при нанесении любых средств, это у нас попрядное нанесение. Ни в коем случае не наносим на полностью распущенные волосы, да? Опять же, чем это чревато? Тем, что вы здесь перенанесете, а тут совсем не нанесете. Это, когда доходит до автоматизма, это занимает очень мало времени. Это нам кажется, что, ой, блин, столько это времени занимает, волосы поднял, что-то нанес. Вот. Это прямое заблуждение. Поверьте мне, тем самым вы хорошо нанесете это средство, и укладка займет просто молниеносное количество времени. Вот. Соответственно, берем тюбик в ручке, да? Вот. Никогда мы выдавливаем небольшое количество крема в руки, и его мы растираем в ладошках. В ладошках мы растираем. Никогда мы каплями не наносим на волосы. Это тоже, опять же, может утяжелить. Вот. Мы нанесли. И крем мы как наносим? Мы не, как сказать, не ляпаем сразу по волосам, а его обволакиваем. Вот мы обволакиваем. Раз нанесли. Аккуратненько мы сняли. Ну, у Ани приличная густота. Мы сделаем три яруса, да? Вот. Заметьте, я совсем маленькую горошину. Вот у меня еще крем на руках. Мы опять же сделали, и опять же, вот второй раз вот так мы ярус сделали. Вот. И третий наш ярус, опять же, у нас осталось количество. И опять же, мы третий ярус вот так вот такими проглаживали. Уже я вижу, уже я вижу, волосы хорошо начали прочесываться даже уже в руках. Вот. Идет хорошее кондиционирование. Я уже вижу это даже, мне это нравится. Вот. Что уходит спутанность. Сейчас мы это зашлифуем, естественно, фена. Но, естественно, конечно, мне это все сподручно, да? У меня есть расческа, фен. Все. Дома мы как это делаем? Опять же, да? Опять же, ну пусть мы не на три яруса, на два яруса. Опять же, мы это разделим, девочки. Обязательно. Это мы не забываем делать. Это вам облегчит вашу укладку. Мы буквально на два яруса разделим. Вот. Включаем среднюю температуру. Ну, это тоже такой лайфхак по укладке, да? То бишь, когда нам не сподручно, мы брашинг заводим изнутри. Изнутри брашинг мы заводим. Меня не видно? Так. Вот. Мы изнутри его заводим. Лучше я убираю насадку. Потому что мне с насадкой самой себе неудобно укладывать. Включаем средний поток воздуха. Брашинг прогреваем. Изнутри. 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 И по росту ворота. По росту ворота. Вот таким вот образом. Так как тут великолепные разглаживающие свойства в этом креме. Так что... А как после разглаживающего завить? А спокойно? Серьезно? Конечно. Давайте. Включим наш. Что разглаживающий, это не значит то, что он у нас прям разгладит и все. И укладка только прямая. Он нам, как сказать, вот этот пушковость, он у нас уберет пушковость. Соответственно, чем волос будет глажен, соответственно, он будет у нас такой пряменький, приятный на ощупь. Вообще приятный. Вот. Так что включаем. Не больше 190 градусов. Опять же, так как блондинка у нас ждем пока нагреется. Вот. Больше 190 градусов на блондинок мы не используем. И, соответственно, возьмем локонок. Слышится. Все, припешала. И он как термозащита, да? Конечно. В любом случае, вот, посмотрите, какой красивый, подчерченный локон. Ну, аккуратнее. Аккуратнее. Конечно. Ну, просто вот тут, ну, минимально. Даже, как сказать, щипцы-то идут просто как по маслу. Ага. Да? Нанечательно. Ага. Нанечательно. Вот. Значит, по применению, допустим, в данном случае можно после крема еще нанести термозащитный спрей. Опять же, это нам дает двойную защиту. Опять же, да? И вот, как сказать, так как уже мы попробовали, что они, в принципе, одно другому не мешают. Фактуры не тяжелые идут. Даже как-то этот крем-то этот, в общем, как профессиональные средства, в общий момент собирает пластину. Хорошо. Пять баллов из пяти. Ого. Вот разве я так хорошо бы рассказала? Да, вот мне все говорят. Аня, ты должна уметь все, ты работаешь в MLM, индустрии, ты должна уметь все. А мне кажется, это нереально все уметь, потому что у нас надо быть и СММщиками, и маркетологами, и копирайтерами, и психологами, и реально бизнесменами, бизнесвуменами. Это я все время прикалываюсь, простите за сленг, да? И тут получается, что нереально быть и визажистом, и парикмахером, и массажистом, и медиком, потому что у нас есть и витаминки, да? То есть и тут, конечно, мне кажется, что вообще шикарно. Я бы еще, знаешь, Лена, с удовольствием бы познакомилась с кем-то бы из медиков, который бы действительно все по-хорошему рассказывал. Но у нас в такой степени сейчас сильный медик, про все рассказывает Александр Эдигер, это главный патологоанатом страны России у нас. Он изобрел инговерин, кстати, вот, то есть ну такой очень умный мужчина, да, я бы сказала. И я вот его слушаю, и его ролики скачиваю, выкладываю на свой YouTube, и те подписчики, которые вот, да, то есть у нас очень много страничек от компании Faberlic, их сложно собрать в одно место. И я с разных мест в одно место собираю в один плейлист, и вот тогда подписчики смотрят. А вот сама бы, я, конечно, не смогла бы быть таким специалистом, я только под бизнес заточена. Так, ну, продолжим, да, нашу тему? Так, что ты сейчас взяла? Ты взяла? Я взяла, значит, моделирующий термозащитный спрей для волос. Ага. Вот, значит, как правильно наносить? Опять же, девочки, обязательно на расстоянии не меньше 20 сантиметров, да, много не надо, потому что здесь идет у нас юпочка немелкодисперсная, она может дать пшик и намочить сильно, да, опять же, где-то сантиметров 20-30, намочим достаточно 3 пшика. Так, ни в коем случае, опять же, вот я много раз это проговариваю со своими клиентами, да, они начинают вот-вот-вот-вот, вот это вот пшиканье непонятное, тут намокло, тут не намокло, потом говорят, а, продукт не очень хороший, он там переутяжелил волосы, либо вообще не защитил волосы. Вот, опять же, да, все нанесение должно быть у нас поэтапное, это не займет у вас много времени, если мы это вот до автоматизма доведем, не займет. Вот, значит, все, сушим. Опять же, говорю то, что никаких цеплялок браш хорошо проходит, соответственно, состав у нас хорошо пропитался, волос на ощупь очень мягкий, хороший, качество хорошее. Никаких вот, я встречала такие термозащиты, которые, ну, вот именно моделирующие, которые идут два в одном, и термозащита, и некая идет пропитка составом, чтобы у нас хорошо держалась укладка. После сушки феном волос становился как после лака, такой грубоватый. Вот, здесь такого нету, волос мягкий. Вот, скажи, у тебя брашинг, я посмотрела ролик, вот тоже вот компании Фаберлик, и там нашей какой-то расческой, там какая-то скелетная, массажная, еще какая-то расческа есть, и я начала вот этой круглой, сейчас я ее, кстати, покажу. Откопала я ее, значит, чем она мне не понравилась, тем, что, когда я ей начала делать укладку, я так сильно запутала волосы, прямо так сильно, что меня муж целый час распутывал, и я больше этой расческой не пользуюсь. Ну, что хочу сказать, девочки, это, конечно, браш не для профессионалов, это раз. Так, в принципе, по органемической ручке он мне очень нравится, во-вторых, эта длина, максимум волос должна быть не больше 6-7 сантиметров, ну максимум 10. Потому что он маленький, да? Да, потому что он маленький, да. У тебя там такой крупный. И идет захват, захват, то, что здесь идет захват щетины изнутри, он менее, и тут как бы по спирали расположены щетина, тут-то она, просто она прямая, как бы полужесткая идет. В принципе, я люблю такие браши, как бы они очень хорошо. Ну попробуй, только пусть я с волосами останусь в этот браш. Ну, вот, смотрите, его прогревать нет смысла, он потому что идет у нас каучуковый, как бы он просто для коротких волос у него будет очень хороший захват. И еще совет, почему браш запутывается, потому что нету натяжения пряди, мы-то у нас-то все спать ручно, мы натянули, натянули и прочесали, натянули, прочитали, натянули, прочитали. А вы же туда засунули, и все, а натяжение там пряди, и кручу, и закручиваю. Хороший брашинг, хороший захват, но не больше для домашнего использования, не больше. Волосы должны быть 10 сантиметров длина. Не, ну я реально тогда думала, мы уже будем обрезать. Потому что у меня была такая фенера, которая пришла в салон, вы помогите. И тихонечко-тихонечко выстригали. А тут ну там просто было нереальное, это все. Вот, ребята, дешево не значит плохо. Дешево иногда означает, что собственное производство. И из-за того, что у нас собственное производство, мы можем себе позволить сделать не так дорого, как различные перекупщики с импортом и так далее. Обычно компания, да, фирма заказывает у кого-то, потом идет перекупка сырья туда-сюда, да, то есть потом идет перекупка на мелкие, на крупные опты, на мелкие опты. А потом идет уже с крупного опта получается у нас проходит по уже магазинам, да, после мелкого вернее опта уже проходит по магазинам. Это все накрутка, накрутка, накрутка. То есть себестоимость продукта иногда действительно бывает в 2-3 раза дешевле, нежели она лежит там, допустим, на витринах какого-либо магазина, да, то есть без разницы даже, сколько средства стоит. Есть средства действительно хорошие, крутые, там по 10 тысяч рублей, по 5 тысяч рублей, но они, конечно, там, наверное, все-таки не уступят нашим и может быть чем-то даже и лучше, но мне кажется, вот для домашнего использования вот эти вот, ну вот то, что сейчас Лена рассказала, да, и я понимаю, что я неправильно пользовалась и мне может не понравиться только из-за того, что я не умею этим пользоваться. На самом-то деле проще, я так понимаю, найти видео на ютубе, да, посмотреть все советы, но ведь люди не то, что советы не ищут, не смотрят, так они еще и не всегда этикетки читают. Вот как у меня девчонка заказала кремы от пигментации, да, то есть она, вот недавно был случай, она заказала кремы от пигментации, и я говорю, слушай, а ты кому их заказываешь? Она говорит, себе, у меня пигментация, я говорю, ну здрасте, приехали, тебе 30 лет, а там для постменопаузы, во время менопаузы, да, то есть там уже с астрогенами, там совсем уже, знаете, такая прям насыщенная формула, и ладно, я спросила, а если бы у нее, ну что-то вот, ну не то бы получилось, да, потому что она молодая, какая еще именно пауза, или еще сколько-то меня на паузы лет, да, то есть, и получается, самое интересное то, что, а вдруг бы что-то получилось не так, и она бы потом сказала, что вот компания плохая, она бы не подумала, что это она сделала неправильный выбор и поставила себе неправильный диагноз, и, конечно, мы с ней тогда подобрали средства Айселул, и вот как раз эти средства ей действительно подошли, и причем у меня был случай, когда мне делали депиляцию, как это называется, щелкают таким пистолетиком по волосам, вспышки такие лазерные, да, то есть, и я хотела убрать вот эти вот пушки, вот это вот, ну вот, знаете, вот эти вот, все вот это вот мне не нравится, у меня еще была мечта, я думаю, наложит что-нибудь, а тут щелкнут, но тут, конечно, отказались, вот, я вообще хотела все прощелкать, вот, и у меня вот тут вот над губой вот так вот пошла вот эта вот сильно очень пигментация, почему? Потому что я после этого вышла на прямое солнце, и меня не предупредили, что нельзя так выходить, что нужно было нанести хотя бы крем СПФ или делать это вечером на ночь, да, чтобы уже выйти, я не знала, ну вот, кстати, в этом салоне это как раз, вот, и я после этого больше не пошла к такому специалисту, это, во-первых, да, во-вторых, я эту пигментацию лечила чуть ли не два года, то есть, ну, года полтора точно я ее лечила, выводила, и вот сейчас первая моя задача, вот мы ездили в Дубае, 40 градусов, жара, я прям толстым слоем, зону, где вот она раньше вылазила, я прям толстым слоем тут вот прям нашлепываю, проходит полчаса, я чуть-чуть на ручку опять нашлепываю, вспотела, вытерло лицо, да, все равно там потеется, особенно первые три дня я прям потела, на четвертый день вечером уже 30 с чем-то жары, ночь, темно, я уже подмерзаю, да, то есть я уже все, акклиматизировалась, а до этого, я не знаю, как дубайцы приехали бы к нам в минус 40, минус 50, какой-нибудь там кызыл, вот где резко климатический такой вот, это ж вообще было бы, да, вот, поэтому, конечно, очень часто подбирают для сухой кожи крем для жирной кожи или наоборот, да, то есть жирную кожу наносят крем для сухой кожи, и получается то, что, ну, эффект не тот и совсем не подходит, и тоже могут подумать, что компания плохая, на самом деле просто нужно к себе, самой внимательно относиться и читать аннотацию, аннотацию читать, да, 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 это немаловажно, вот, так что продолжим нашу укладку, ну, смотрите, значит, что у меня создалось, какое впечатление, да, моделирующий термозащитный крем с кератином, да, как сказать, текстуру прически мне, вот, допустим, в локонах, мне понравилось больше, я имею в виду не в плане того, что кто что приветствует, да, потому что, мне кажется, вот, моделирующий термозащитный спрей, он не для локонов, да, не для локонов, потому что он, видать, за счет своей создания вот этой некой пленки, как бы, не дает сфокусироваться больше локону, либо использовать, он даже вот, даже который я с нижней сделала, лучше локон держится, нежели здесь, вот он, либо мы используем большую температуру, но в данном случае нам больше температуры использовать нельзя, потому что блонд, мы его просто пережжем, нам это не надо ни в коем случае, вот, так что, как бы, если для создания все-таки какая-то будет у нас прическа с локонами, это крем, то есть, я так понимаю, вот этот вот спрей термозащита, его, если вы нанесли, уже уложили пряменько, он потом будет держать вот это пряменько, не будет кудрить, да, то есть, если я бы его нанесла на влажные волосы, расчесала бы, подождала бы, пока он сам по себе высохнет, а потом бы начала завивать, то он бы завил, или нет? Видишь, спреи, да, спреи все-таки наносятся больше на сухие волосы, уже прям вот, чтобы были слегка-слегка осложненные, потому что принцип, что спрея? Создание пленки, пленки прежде всего, а если волос будет сырой, пленки не будет. А, вот еще как. Вот, вот этот момент обязательно надо уяснить. В этом плане, вот, допустим, конечно, кремы я больше всего люблю. Это и кондиционирование, и увлажнение, и термозащита, и даже вот по созданию локона мне, конечно, понравился пленки лучше. Да, ну, блеск однозначно, блеск однозначно. Что, сушим дальше? Спреем, если им снова намочить, то что получится? Можно тогда вот и кудрю сделать, или это не от этого зависит? Нет, не от этого зависит. Просто мы смотрим по тому, как, допустим, когда я после крема стала завивать, сразу была вот именно вот эта вот очерченность, когда наносишь профессиональные средства, то бишь видно, при нагревании и взаимодействии крема и нагревательного прибора получается какая-то вот такая, вот этот локон, он такой, как сказать, прессованный, что ли, вот такой, и потом мы его формируем, да? Как сказать, распрямляем его, да? А при нанесении вот этого спрея, он эту, как бы, получается, при взаимодействии с нагревательным прибором, он не дал сформироваться локону. Не дал. Не дал. За счет вот именно, наверное, создания вот этой пленки, то бишь катикулярный слой волоса он закрыл и не дал вот этого, как сказать, растяжения, как при нагреве и формировании локона, а крем дал. Вот, вот этот вот у меня. Ну-ка, допустим, вот для тебя. Потому что очень большое количество разнообразных складочных средств готова. И когда надо тот или иной эффект, ты уже знаешь, потому что вот это средство где подойдет, а вот это, но с другой стороны, я с удовольствием, перед тем, как идти на пляж, например, нанесла эту термозащиту, и мне, по-моему, не надо будет часами столовую волоску восстанавливать. Да, так, я иду, давай, вот, не взял очи. Где? Вот, куда все, где мы нанесли термозащитный фрейм, и намокаем, и он разрушается. Ой, и я как люблю нырять, значит, мы используем пеп. Я вообще очень люблю нырять, под водой плавать люблю. А если я вышла с сырой, голокой, и снова набрызгала волоску термозащитный фрейм, но волоску термозащитный фрейм уже не сработал, то мы уже не будем консищать. Нет, нет, он отдельно используется. Но у нас и будет на волосах клетка. Ага. Вот такая клетка, вот эту фактуру, за счет своей консистенции, и делает здоровое дело. Ага, понятно все. Ну, в общем, ребят, практически все вам рассказали. Да. Так, и получается, что вы мне рассказали еще? Лак. А, с морской солью. Спрей с морской солью. Спасибо. Так, спрей с морской солью. Вот как раз тут, значит, что? Момент. Это, конечно, спрей для создания, формирования неких локонов. Лохматая такая вся, да? Пышная, лохматая, красивая такая. Вот как раз вот этот спрей, да, тут тоже и увлажнение, и защита от думы солнечных лучей, и создание прически. Вот. То бишь, ну, а не сейчас. Ну, если я его могу на сырые волосы нанести? И он защитит? И он защитит. Потому что здесь формирование вот этой пленки, именно то, что содержание идет в морской соли. Но, опять же, девочки, большое мол. Вот. Значит, особенно блондиночек, да? Особенно после агрессивных воздействий на волосы, да? Мы все-таки используем кремовидные фактуры, нежели спреи, и тем более с морской слоей. Что такое агрессивная процедура? Это... Покрасила голову, например. Вот так. Химическая завивка. Агрессивная химическая завивка. Кератиновое выпрямление. Тоже такой есть момент. Вот. Всякие ботоксы, нанопластики. Вот. Ну, это, опять же, конечно, просто как рекомендация идет. Тут очень много зависит, как выполнена была процедура. Вот. Опять же, спрей с морской солью мы используем для, как сказать, для нормальных волос, для натурально вьющихся волос. Вот. Оно будет у нас хорошо фиксировать, но после высыхания такая есть некая, как сказать, ощущение такое, как будто бы локон встал. Ну, его пару раз так пожар, конечно, он будет как бы мягко. Это вот как раз и говорит о том, что здесь содержится морская соль. Вот. Волосы немножко жестенькие такие становятся. За счет чего и идет фиксация. Вот. Так что... Ну, я, не знаю, люблю я вот такие вещи с морской солью. Мне нравится легкая небрежность для создания. Вот как бы для моря хорошая вещь. Мне всегда кажется, девушки вот с такими небрежными, пышными прическами, такими красивыми, сексуальными, какими-то такими ухоженными. Хотя присмотришься, но лохма-лохма. Ну, да, да, такие есть. Сейчас это очень актуально. Вот. Ну, я говорю, что, опять же, да, что мы должны для себя все-таки уяснить, да, если мы блондинки, мы все-таки используем крема, чтобы была лишняя увлажненность. Да. Вот. В общем, девушки, используем кремы и... Почаще всего. Да, ну, как бы, ну, тест прошел, все тесты, и нет липкости, хорошее кондиционирование, увлажнение. В общем, пошла я на рынок на улицу. Да. Да. Я помыла голову, высушила, набрызгалась, расчесалась, получается, и все, у меня волосы защищены. Захотела я шаломан на бок на голове. Вот, пожалуйста, тоже все защищено. Да, захотела я ровные, блестящие, клёвые кудряшки, вот оно, пожалуйста. Ну, и прямые волосы. Или прямые волосы, да. Идеально тоже подходит. Вот оно, пожалуйста. Захотела я объем или вспотела я во время прогулки, вот оно, пожалуйста, сухой шампунь. Кстати, сухой шампунь я вам его полностью уже описала, я думаю, о нем можно не говорить. Он реально крутой, он круче, чем был до этого, хотя до этого он мне тоже нравился. Ну, и все вот эти вот завершающие шаги завершает лак. Да. Лак мы используем, когда уже все, прическа у нас готова, и нам больше ее не надо расчесывать. Вот. И еще один момент нанесения лака. Я очень люблю лак. Я лак использую всегда жарко, не жарко, потому что мне нравится фиксированная прическа, и я голову мою раз в 5 дней. Вот. Я использую много лака, чтобы для тех любительниц использовать много лака. Опять же, мы наносим лак на расстояние 25-90 см, потому что, знаете, кто наносит много лака, если мы будем наносить его вблизи, образуется белая рапа, которую даже трудно вымывать шампунем глубокой очистки. Так что обязательно, обязательно у нас движения должны быть на расстоянии 25-30 см, и эти движения у нас должны быть непрерывные. Не вот так вот, то, что мы направили этот пульверизатор, и мы пшикаем, а вот такие вот легонькие. Вот я на себе покажу. Вот мы, допустим, закрыли, и вот у нас движения должны быть легонькие, легонькие. А не то, что вот мы направили, и вот так мы это пшикаем. Это я тоже немногократно наблюдала. Это первая ошибка нанесения лака, во-первых, остается... Лен, а я вот правильно делаю, я когда сделаю самостоятельную прическу, я прошу маму подальше отойти, и вот так вот мне прямо пробрызгать, ну, сантиметров 30 на расстоянии. Да, конечно. Вот это правильно. А если я близко поднесу, то получится... Ну, во-первых, суперсильная фиксация, да, допустим, если что-то нам надо где-то поправить, мы уже должны будем конкретно вот это вот стоять, что-то прочесывать. И, во-вторых, это идет утяжеление, опять же, прически. Зачем нам это надо? Вот, нам надо, так как уже лак сильной фиксации, соответственно, здесь веществ, которые отвечают напрямую за фиксацию, очень много. И незачем делать вот это вот прямые эти движения, которые потом вот... Как бы такая прическа получается, ну, прям, как очень твердая. Лена, я без тебя на следующую фотосессию не пойду. Ты крутая, и ты все сделаешь клево. Ну, все, дослушиваемся. Да, дослушиваемся. Добрызгиваемся. И я сейчас пойду проводить уже вебинар. У меня сегодня закрытый вебинар будет по Инстаграму. У нас проходил марафон, он шел целый месяц. Вот как раз-таки дружный пример огромной команды, огромного проекта Фаберлик Онлайн, когда мы организовали марафон, и каждый спикер делился своими знаниями. То есть у нас там было все и СММ, и спам, и бренд. И, в общем, кто какими методами работает, все все собрали, и получилась очень крутая система. Вот Лена, кстати, один вебинар посмотрела, и она обалдела, да. Глубина обучения была очень-очень крутая. Очень доходно было. Даже для того, кто в этом вообще не разбирается, было очень удобно. И причем самое классное, что у нас преподавались все способы рекрутинга, да. Вот, допустим, девчонка открыла статус рубиного директора на спаме, да. То есть она развивает бренд, на бренд к ней сейчас приходят, половина на бренд, половина на спам. То есть она не тратит деньги на рекламу. Другая девчонка научилась запускать таргет 9 рублей регистрация. 9 рублей, ребята, это очень дешево. И она этой системой роста тоже поделилась со всем проектом Фаберлик Онлайн для тех, кто вот пришел на марафон. То есть там до такой степени разношерстное обучение, что просто, ну, нереально не заработать. Не заработает только ленивый человек, который не хотел, даже не думал, даже не подозревал о том, что тут можно просто стать успешным. И очень много людей. Вот как моя наставница, да, она уже год назад терминировалась, а мы с мужем посчитали, она смогла бы с меня, если бы отстроила 2000 баллов в бок, от меня, да, я статус партнер, как вы знаете, если бы она от меня, у меня личная группа 20 тысяч баллов, она бы получала 60 тысяч рублей только с моей личной группой, ну и по 23% за 2000 баллов в бок. Это было бы круто, ребята. Но она этого не захотела сделать, выбрала сложный путь, ходить по найму 30-40 лет, и потом нищенской пенсии и так далее. Она просто терминировалась, потому что не делала заказы, да. И тут такая вот как раз ситуация, что сегодня, сегодня мы будем прорабатывать именно те моменты, как я нахожу людей в структуру, как они сами ко мне просятся. То есть сейчас, на данный момент, я кроме таргетинга ничего не запускаю. Как я самостоятельно раскрутила свой YouTube, как я YouTube соединяю с Instagram и Instagram с YouTube. Да, то есть как они у меня... Ох, как здорово у тебя получается, да, прямо... Вроде только что лохматый, а бац, и красотка уже. Да что хоть это? Я тоже так хочу. Так, каждый занимается своим делом. Вот, да. И вот как раз сегодня я это буду все рассказывать, и я думаю, что это очень важно, нужно. И, конечно, тот, кто хочет расти, работать, зарабатывать, я жду вас в свою команду. У нас мощная система чатов по сопровождению, плюс я буду рядом, и это круто. Вот, ну все, Лена, давай. Очень такой для меня лично опыт общения очень приятно всегда с Аней общаться. Кучу нового для себя тоже узнаешь. Просто думаешь, блин, ну как ты все понимаешь, трэш просто. Ну, мне нравится, понимаешь, свое дело надо любить. Вот как ты тогда сделала толпу из, по-моему, десяти человек за полдня. Да. Ты быстро сделала. Вот как, смотрите, вот, вот, вот это локон после крема. Вот это локон после крема. Посмотрите, он какой вот, видите, он как бы собрался, вот он такой очерченный, потом мы его будем распределять. А вот локон, видите, он пушистый, как бы не то, чтобы пушистый, но он не, как сказать, не сформировался. не сформировался. Да, да, да. Вот он после крема, а вот на спрее. Даже вот видно, видно, да, какой вот этот вот локон идет, и вот этот какой собранный локон. Этот более, как сказать, не с... ну, я... И у меня нету сейчас, конечно, это, я просто имею в виду про фактуру, то, что вот он, видите, не распрямляется, что ли, вот как бы, как сказать. А этот, вот он... Вот он не с... Ты видишь, анграя? Да, я вижу, он сразу же в разные стороны разлетается, а тут ты трясешь, он такой, как пружиночкой скачет и все. Вот. Это, конечно, существенно. Ну, мне, мне как мастеру, это, как бы, такую роль существенную играет. Вот. Так что... Вот. Я бы такого, конечно, не заметила, Лен. Она, по-моему, нас обозвала на своем профи-языке дурынтами все-таки. Да? Нет. Да, нет. Когда, допустим, недостаточно, вот еще, тем более, при блонде, как сказать, вот этой увлажненности, и даже вот утюг-то он идет со скрипом, а сейчас-то вот тут он идет прям вот утюг. О! Посмотри. Это без спрея. Это вот на креме. На креме. Потому что я сейчас спреи не... не в шоколад. По формированию. Ему не нравится. Еще интересно, сколько он на креме же продержится. Да, вот сегодня и протестишь. Вот. Мы финишный лак нанесить не будем, и Аня потом вам покажет, что он ее... Да, мы потом еще будем делать прически, и я еще Леночке подсуну наши средства. Да, давай. Потому что у нас следующая фотосессия будет очень узкое горло, переодевание, и я, наверное, Лену на весь день к себе заберу. Потому что каждое переодевание минус прическа. Это 100%. Это же надо все поправлять, чтобы... Да, 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 да. Обязательно так что. Там, наверное, без лета мы не сможем. Ну, это я специально, кстати, слова переделываю. Некоторые придираются, а я так люблю. Знаешь... О, я вообще этот сленг переделывание слов это у меня со школы. И это у нас была целая такая, как сказать... У меня, кстати, и ребенок такой же. Вот она в детстве, ей было 4-5 лет, сейчас ей 20 лет, моей старшей дочке. И вот она сметану стала называть потаника. Я не знаю, откуда вообще потаника и все. Якукать сметану будешь? Нет. Но доставай, что хочешь. Она достает сметану. Я говорю, Кать, а что ты достала? Это потаника. Ты чего не понимаю? Ну, ладно, лишь бы ела. У нас есть такое в доме понятие шухляда. Мне все спрашивают, что это такое. Это ящик выдвигаю... Как сказать? Ящик... Выдвижной ящик. Шухляда. Не знаю тоже откуда вот. Мне кажется, в каждом семье, в каждом роду вот это вот передаются выражения. И причем, кто в каком городе живет, еще акцент, свои словечки. Наша кировская будиличо. Да. Ну что? Да. Михаилыч. Оно, мне кажется, только у нас есть, потому что сколько я вот езжу в страны, города. Вот недавно я была впервые в Челябинске, там абсолютно по-другому они разговаривают. еще по теме. Значит, если нам, вот мы создали некую прическу, да, нам надо вернуть прикорневой объем. Никогда вот мы такими движениями поверх не водим руками, да, мы ручки вниз под, и вот таким вот образом взъярашиваем. Это вот так? Да, 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 да. И да, и да. И вот таким вот образом. Вот. И такая вот у нас Анечка. Красавица. Вот. Хорошие. Никаких мы не делали ни гофре, ни сушили волосы с прикорневым объемом. Вот у нас вот такая получилась охматка. Вот так. Ага. Ты говоришь, не пришлепывай. Да, вот так вот. Таким вот образом. Ага. Все. Ну, такие, хорошие локоны, здоровые, такие блестячки. Блестенки. Нет, кондиционирующие свойства великолепные. Мне понравилось. 5 баллов из 5. Ну, все, мои дорогие, всем спасибо за внимание. 40 минут. Я постараюсь видео ускорить, лишнее вырезать. Вот. Ну, лишнего тут, по-моему, не было ни слова. Да, что? Да, просим прощения за длинный ролик, но зато мы старались. Да, и мне кажется, все качественные ролики создаются с качественной информацией, а не так, чтобы показать, ради того, чтобы показать 3 минуты, да, вот как блогеры некоторые. Вот такой тюбик пришел, вот такой тюбик пришел, вот такой тюбик пришел, ну, все, пока. А что это, для чего это, как им пользоваться, ничего об этом не говорится. И, по идее, я так и перебрала перед вами новинки вот этих вот средств. А сейчас пришла Елена, она уже профессионал, да, как вы видите, как вы понимаете, и, конечно же, она уже все подробно рассказала, и кому нужно, тот вот этот отдельный ролик посмотрит, который мы создали, кому вот это вот действительно хочется убедиться в качестве продукта и так далее, и так далее. Ну, все, всем пока-пока! Пока-пока! Пока-пока!